Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо, с вами Родайкин Максим. И я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Великобритания досрочно откажется от российского урана. Британцы решили ускориться в вопросе отказа от российского урана. Изначально они планировали сделать это к 30-му году, но, похоже, после договоренностей с американским Вестингаузом график сдвинули влево. Борис Иоанидович, пожалуйста, прокомментируйте, что они собираются делать, почему так скоро отказываться? Ну, как всегда, в сообщениях наших непрофильных СМИ все замешано в одну кучу. Какой уран, куда, кто от него отказывается, как от него отказывается. Давайте сначала с терминологии начнем. Уран, который добывается в подземных кладовых, это урановая руда. На рынок она попадает в виде желтого кика. Вполне серьезный, дорогостоящий продукт, высокотехнологичный, потому что очистить руду от всех содержащихся примесей, если мы, допустим, говорим про казахстанские месторождения, в некоторых рудах содержание менее 0,3%, достаточно большая, серьезная работа. Второй этап – конверсия урана, так это обычно называются. В обычных случаях конверсионные площадки совмещаются с площадками по обогащению, по изотопу уран-235. Для того, чтобы проводить операцию по обогащению изотопа, необходима химическая процедура. Уран в руде содержится в виде оксида, оксид не подходит, необходимо перевести в гексофторит на один атом урана, шесть атомов фтора. Вот эту операцию называют конверсия. Абсолютно не химическая, никакого отношения к атомной физике по технологиям не имеет. Для чего? Это единственное химическое соединение урана, которое позволяет перевести его в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Если мы нагреваем лед, хотим получить пар, у нас сначала должна появиться вода, мы ее будем продолжать греть, кипятить и так далее. В случае гексофторита жидкой фазы нет. Нагреваем серый порошок, гексофторит до температуры 56,8, сразу получаем газ. Исключительно из удобства, потому что работать с жидким ураном, ну, ни малейшего желания ни у кого нет. Так оно удобнее, в силу радиоактивности материала безопаснее и так далее, и так далее. Гексофторит идет в газовую центрифугу. Содержание урана 235-го изотопа увеличивается до необходимых уровней. Если брать средний, то 5% по современным, так сказать, соображениям, в природной орудии 0,7, получили 5%. Вот у вас тот же гексофторит, но уран в нем немножко другой. Прекрасили нагревать, опять получили серый порошок. В таком виде он опять никому не нужен, потому что топливо для атомных реакторов требуется в виде оксида. Соответственно, еще одна операция, превращение гексофторита опять в оксид. То есть, без химиков нам никак. И вот этот продукт уже называется обогащенный урановый продукт. Такое нехитрое название, физики обычно с этим не мудрят. Стоимость по сравнению с желтым кеком, то есть, природной урана, отличается действительно на порядок в 10-19 раз. Причина для того, чтобы получить вот такое обогащение на один килограмм обогащенного уранового продукта выходит порядка 9 килограммов природного урана, уже другая стоимость. Ну, плюс вот эти химические процедуры, конверсия и реконверсия. Вот. Теперь, кажется, все. И следующий этап производства ядерного топлива, собственно говоря, фабрикация самого топлива. Обогащенный оксид урана либо спекают, либо вибрацию уплотняют, получают таблетки. Таблетки идут в тонкие трубки тепловыделяющих элементов. Тепловыделяющие элементы фабрикуются в тепловыделяющей сборке. Вот конечный продукт. В таком виде это уже можно куда-то ввести и ставить. Производство самого ядерного топлива, по-моему, нигде не совпадает по площадкам с заводами по фабрикации топлива. То есть, обогащение урана, химические процедуры, конверсия и реконверсия – это одна площадка, вторая производственная площадка, собственно, само ядерное топливо. Тоже надо иметь в виду. Теперь можно подумать, что же мы, собственно говоря, услышали. На территории Англии завод по обогащению урана, по содержанию урана-235-го есть. Это заводы европейской компании «Юренко». «Юренко» на равных правах принадлежит правительствам Англии, Германии и Голландии. По 33,33%. То есть, говорить о том, что у Англии есть какие-то свои планы, не получается. Это не планы государства Великобритании, это планы компании «Юренко». Соответственно, заявки о том, что персонально мы откажемся, могут быть связаны только с какими-то планами не Великобритании, а компании «Юренко». Да, действительно, изначально речь шла о 2030-м году. К 2030-му году «Юренко» намерено на всех своих заводов, а их у них 4 штуки, если кто-то забыл, не только, соответственно, в Англии, Голландии, ФРГ, но еще и на территории Соединенных Штатов. У американцев своих технологий по обогащению урана, по содержанию урана-235 просто нет. Завод на территории Штатов имеет характерное название «Юренко-USA», чтобы ни у кого не было сомнений, чей это завод, чьи это технологии. Да, действительно, такие планы «Юренко» заявлял. К 2030-му году они намерены увеличить мощность своих переработок на 1,7 млн единиц раздлительной работы. Такие единицы измерения по обогащению. На день сегодняшний эти 4 завода, это 17,3 млн единиц раздлительной работы в год, соответственно, увеличить собираются почти до 20, к 2030-му году. Операция дорогостоящая, это надо нарастить каскады Центрифуг, значит, надо произвести сами каскады Центрифуг на площадках по-разному, где-то можно в действующий завод добавить дополнительная цеха, где-то, насколько можно понять, «Юренко» придется строить отдельная цеха. Отдельный цех с высокой радиоактивностью, это согласование с государственным регулятором, получение лицензии, составление сметы по строительству объекта, который будет защищен от радиации, в общем, достаточно большая такая, серьезная работа. И вот сейчас у нас внезапно появляется заявление о том, что Британия намерена к 28-му году избавиться от закупок российского урана. Ну, давайте пытаться понять, по какой причине вообще Британия могла бы приобретать российский уран, для чего это нужно. Прямых поставок природной руды из России в Англию нет, никогда не было, не продавали. Обогащенный урановый продукт им покупать тоже смысла нет, они сами умеют обогащать. Внимание, вопрос. Что же они, собственно говоря, покупали? Покупали, как ни странно, уран, но идущий не из природной руды, а из хвостов. Хвостами называют те остатки обогатительных заводов природной руды, из которых уран-235 извлечь не удалось. Задача, в принципе, завода по обогащению использовать весь изотоп урана-235, который в природной руде есть. А есть его там 0,71%. Вот эти 0,71 надо задействовать. Все, что удалось извлечь по урану-235, пошло до дальнейшего переработку до уровня ядерного топлива. То, что осталось после вот такой выжимки обогащения, если угодно, выкручивания бельишка, просто складируется на заводах по обогащению. Если для Британии это просто груз, с которым непонятно, что делать, то есть, с одной стороны, это природная урановая руда, которая прошла огромное количество процедур по обработке, вещь как бы дорогостоящая, что с ней делать, непонятно. Технологии компании Юренко оставляют в этих хвостах порядка 0,3. То есть, чуть больше половины извлечь удалось, остальное вот лежит. Но если договориться с Росатомом и заплатить достаточно приличные деньги, поскольку больше договорятся с не с кем, то можно получить дополнительный эффект. Технологии, которые имеются в распоряжении Росатома, из этих хвостов позволяют еще урана-235 какое-то количество извлечь. Потому, что после наших газовых центрифуг в хвостах 0,1 процента урана-235. То есть, дополнительное 0,2 процента можно выжить, не прибегая к необходимости закупок желтого кека, транспортировки дополнительные и прочего-прочего. То есть, с одной стороны, для заказчиков экономическая целесообразность в том, что никаких дополнительных затрат на закупку и прочее-прочее. Вот у тебя на складе лежит то количество, о котором договорились, отправила в Россию, получила обратно тот самый уран-235. Красиво? Красиво. Для чего это нужно России? Ну, тоже понятно. Если говорить о годовых мощностях по нашим обогатительным заводам, то у нас они немножко больше, чем у Юренко. Если у них сейчас 17,3 миллионов единиц раздрительной работы, то в России порядка 28. Почему порядка? Потому что сейчас потихоньку, поэтапно идет смена отработавших центрифуг поколения 5, поколения 6 потихоньку выводится. Даже до поколения 7 добралось для того, чтобы ставить центрифуги поколения 9+. Они более производительные. Соответственно, сказать сколько точно, но каждый день сколько-то центрифуг уходит, сколько-то приходит. Они более мощные, чем выводимые из эксплуатации, но, соответственно, мощности заводов потихонечку растут. Задействовать на все 100% на свои собственные нужды Росатом пока не может. Мы еще не построили нужное количество атомных электростанций в России и в мире, хотя очень стараемся, чтобы до этого дошла дополнительная загрузка производственных мощностей и дополнительная прибыль. Дополнительная прибыль не за счет того, что мы добыли и продали сырье, а за счет того, что к нам привезли то, что в Европе переработать не могут. Крайне высокотехнологичный процесс, как вы сами понимаете. Так что всем было выгодно. При этом поставки вот такого урана из хвостов, наверное, так можно назвать, проходили через французов, через АДФ. Они закупали. Во Франции есть свои заводы по обогащению, тоже на технологиях Юренко, такие же газовые центрифуги. То есть, у них точно такая же проблема. В их хвостах остается 0,3% урана 235-го. Хочется выжать его целиком, как лимон досуха. И вот этот полученный из хвостов уран добирался до Англии в том числе. До завода Юренко в Великобритании. Сказать, что мы поставляли уран? Да, можно. Но это такой очень специфический уран. Не природное сырье, не природная руда, не желтый кек, а уран из хвостов. Вот от него, от этих закупок, англичане намерены отказаться. Ну, хорошо, пусть отказываются, но контракт непосредственно с Росатомом подписывает французская АДФ. Отразится это как-то на нас или нет? Ну, вряд ли нам об этом расскажут, потому что даже на прямые запросы британского парламента о том, что происходит во всех тех атомных урановых сделках, ответ ровно один. Коммерческая тайна. Так что политический треск прошел. Наши многоуважаемые СМИ это охотно подхватили. До сути добираться никто не хочет. Нам и так хорошо. Ну, вот такой результат получили. Кто-то от чего-то отказался, скажется это на Росатоме, не скажется это на Росатоме. Да, значение вот таких западных заказов, заказов из Соединенных Штатов на поставки обогащенного уранового продукта, напоминаю, это четвертый этап переработки урановой руды, первый, отряхиваем от пустой породы, превращаем в желтый кек, второй, химическая процедура конверсии, третий, это обогащение по содержанию урана 235-го и реконверсии. Четыре этапа переработки, все это дополнительные прибыли и, соответственно, дополнительно рабочие места. Да, пока это значимо. Но каждая вновь построенная атомная электростанция за пределами России, внутри нашей маленькой крохотной страны, это новые и новые загрузки для Росатома и снижение зависимости от западных заказчиков. Борис Анатольевич, большое спасибо за комментарий, друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии, там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Если кому-то интересно, что происходит в атомной энергетике в Великобритании, пишите в комментариях, попробуем заглянуть в Туманный Альбион или на Туманный Альбион, куда-то мы заглядываем в таких случаях. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.